Главу города интересует, есть ли взаимодействие между двумя руководителями, коллективами и охранными службами. Подвалы, лифты для инвалидов, а через них и выходы на улицу, да и на самой улице вокруг школы, есть ли видеонаблюдение. Ведь территория активно посещаема горожанами, как уютная зелёная зона. Вот я про это ограждение. Вот протокол. Вот если он его перелез, значит он зачем-то сюда пришёл. Каникулы в разгаре, а в школе и гимназии кипит жизнь. В спортивном зале идут занятия борьбой, в классах уютно, сияет свежелак паркета, новая мебель для профильных кабинета восхищает главу города. Вот в такой атмосфере девочки изучают домоводство. Трудно поверить в то, что старый добрый опыт советской школы в гимназии успешно реализуется. Вот их учат шить? Конечно. Что ещё учат делать? Шить, готовить, накрывать на стол и этика. То есть культура поведения, культура накрывания стола, у нас скатерти есть, салфеточки, всё это. Это специальное образование? Специальное образование. Учителя готовятся к занятиям в классных кабинетах. Доводя их до того праздничного совершенства, когда ученик, попадая в такой храм науки 1 сентября, искренне захочет сесть за парту и окунуться в учёбу, в которой столько инноваций, когда весь учебный процесс – увлекательная игра. А если устал, глаза побежали по затейливой дорожке на потолке. То есть я должен по дорожке, глазами путь? Да, следить по счёту и как раз… Ну как, я должен голову поднять за партой, да? Они все встают и поворачиваются. Это же тренировок поднялась. А чтобы вообще не уставать на уроке, можно знания получать не только сидя за партой. Это стоят дети 20 минут стоят, 20 минут сидят. Это для одного и двух. Да для одного и два. Не случайно ребята из гимназии, все 12 человек, кто посещал архитектурную студию, поступили в профильные вузы. Большие, да просто огромные по современным меркам классы – тоже преимущества этой школы. И всё же есть в этом здании серьёзная и пока не решённая проблема. Это любимый детворой бассейн. Экспертиза его чаши показала необходимость срочного ремонта. Глава города потребовал немедленно готовить проектную документацию и начинать возрождение спортивного сооружения.